И снова здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме Знаний. Вебинар по математике мы посвятим теме единицы массы, килограмм, грамм. Мы уже просмотрели видеоурок по этой теме и, в общем-то, достаточно много мы говорили в этих единицах измерения. Но, друзья, мы очень мало говорили о приборах. И я хотела бы донести до вашего сознания, что математика – это не только вычисления, непростые вычисления, друзья. Математика – это еще и знание ее истории, истоков. Очень многое объясняется и проясняет ум, как только мы заглядываем вглубь. Ребята, вглубь истории. И сегодня наш вебинар я хотела бы посвятить именно этому расширению нашего кругозора. Человечество изобрело весы достаточно давно. Первые весы, предположительно, появились в Древнем Египте и Вавилоне. На пирамидах, датируемых VI веком до н.э. в городе Гиза, сохранились изображения этих измерительных приборов. Но во II веке до н.э. весы стали общепринятым и распространенным средством измерения. Весы того времени представляли собой конструкцию из равноплечевого коромысла с прикрепленными на гибкой сцепке по его краям чашам. Ну, точно такие весы держат в руке Фемида, богиня правосудия. Шло время, менялись времена, менялись требования, запросы и часы. Весы, простите, тоже менялись и совершенствовались. Были придуманы подвесные весы, имевшие разные по длине плечи коромысла. Эти весы, названные на Руси безменом, взвешивали с незначительными отклонениями. И сохранились они до нашего времени только в немного измененном виде. Безмен в наше время выглядит так. Кстати, в общем-то, если посмотреть у бабушек, наверняка вы найдете в доме вот такие весы. И обратите внимание, что они выдержат вес до 10 килограммов. Неизвестно, в общем-то, кто и когда, имеется в виду точная дата, придумал первые гири. Возможно, вначале они были просто подобраны как какие-то тяжести, но вес которых соответствовал определенному количеству зерен. А может быть, их изготовили искусственно. Но только самые первые гири, обнаруженные при раскопках, оказались каменными. Вот один из вариантов. Обратите, пожалуйста, внимание на каменные гири. Позже их начали делать бронзовыми. При этом форма в разных странах существенно менялась. Кое-где они делались грушевидными. Грушевидной формой. Например, вот такой. Но где-то гири были формой прямоугольной. Или они изготавливались в виде конусов, похожими на конус. Изготавливались они также и в виде шаров, прямоугольных пластин. Порой вместо бронзы применялся свинец. Но так было, к примеру, в Древнем Риме. Почему? Потому что использование свинца позволяло делать гири компактнее. Претерпели изменения и сами весы. Уже во времена античности применялись весы со шкалой, в конструкции которых присутствовали рычаги и передвижные грузы. Постепенно приборы совершенствовались, друзья, становились более точными. Вместе с тем торговцы с целью увеличить выручку обратили внимание на сами гири, друзья. Что же они делали? Они отпиливали какую-нибудь незначительную часть гири где-нибудь внизу и отдавали покупателю товар, имевший меньший вес за ту же сумму. К сожалению, так они жульничали. Но в России за мерами длины и веса следила церковь. Для этого даже предусматривалась должность монастырского смотрителя за верностью измерений. Следили за этим князья, божьи цари. Однако за всеми уследить было сложно. И чтобы свести риски обмана к минимуму, Иван Грозный ввел запрет торговцам иметь свои весы и гири. Они могли пользоваться лишь весы, принадлежащие государственной казне. Но шло время, развивающаяся наука и промышленность требовала все более точных измерений. И речь уже шла не только о граммах и миллиграммах, а о величинах многим меньше. Точность приборов сегодняшних измерений просто поражает воображение. Весы, имеющиеся в некоторых научных лабораториях, они настолько точны, что на их работу может повлиять даже свет Солнца. То есть они реагируют на давление света. Но в случае использования таких весов для взвешивания, например, железнодорожного вагона, наполненного зерном, весы бы показали разницу, даже если бы из вагона убрали всего одно зернышко. Вот такие они точные. Но, разумеется, в повседневной жизни такая точность не требуется, друзья. Она требуется в лабораториях. Это всего лишь один пример усовершенствования весов. Но важным шагом вперед стало изобретение электронных весов в современное время. В настоящее время их можно увидеть буквально во всех торговых точках. Ну и везде, где требуется измерить быстро вес. Это электронные, или как их порой называют, цифровые весы. Они имеют высокую точность и почти мгновенно показывают результат. И уж тут-то, друзья, не страшны никакие испортенные гирьки или иные ухищрения недисциплинированных продавцов. Почему мы так много говорим об этом, друзья? Мы живем во время цифровизации, электроники. Но какой долгий путь проделало человечество, чтобы эти блага создать нам? Какими математическими способностями обладали и обладают люди, делая такие точные расчеты еще со времен древности? И кто знает, может быть, сейчас на другой стороне экрана, по ту сторону экрана сидит один из вас, который откроет миру нечто новое. Ну, поэтому важно не просто знать, что в одном килограмме тысячи граммов, а помнить, что есть путь открытия данной константы. Что такое константа, спросили вы? Друзья, константа – это математическое понятие, это величина, значение которой не меняется. И то, что в одном килограмме тысячи граммов, для вас должно стать уже догмой. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Если вы захотите побольше узнать о том, какие же еще были весы со времен древности и какой путь проходили они до нынешнего своего состояния, то можете обратиться к энциклопедиям, к интернет-источникам и дополнительную информацию для себя получить. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!